Всем привет с вами Крабаш74 и сегодня у нас очередной мод на рассмотрении это крас 6316 бета-версия который заменяет у нас в игре зил 130 и так давайте посмотрим да пересесть кстати автор мода указан александр садовский это у него бета-версия как он указал но детализация конечно очень хорошая почему стекла всегда таких грязные машины неужели там стекла никуда не моют давайте заведем от едем немножко детализация конечно да на высоте он написал что присутствует 6 аддонов своих давайте на них посмотрим собственно так борт раз сибирь но борт как борт нет по ходу мы да давайте я сейчас быстренько на другое место встану потому что чертов гараж все малину портит по моему прицеп даже гоняться по кочкам лучше съехал да действительно даже прогибается этот сам прицеп борт точнее так запаска это вот это по ходу до запаска номер номер а номер автомобиля замечательно за нет еще один номер есть это наверное от его автомобиля так снимаем смотрим сделано конечно на так сказать высоком уровне не буду его захваливать но на самом деле мне нравится модель текстуру конечно шикарно так дальше у нас центра идет му . симпотно текстурка такая ничего хорошенько так далее но сцепка это стандарт она хотя бы расположен на своем месте а то мы имели такую возможность вчера обозревать замечательный камаз который собственно на воздушной подушке всего него но здесь тоже как бы проблемка то она никуда не делась то есть щель вот это здоровенный я не знаю с чем это связано возможно это то есть то есть как то наверное невозможно это что ли сделать слишком низко сцепка стоит расположена то есть почему-то не дотягиваются на всю дорогу ну ладно не будем об этом так я думаю что с прицепом наверно такая же вата нет кстати с прицепом гораздо лучше все да да вот у прицепа который с топливом и запчастями у него кстати все нормально портовой прицеп платформа с крана это из-за запаски нам не ставится или она вообще в принципе не ставится а степку надо убрать без запаску обратно поставим форму с краном и роспуск то есть это это у нас идет стандарт стандарт тоже без всяких проблем устанавливается я думаю что будет долбить по крыше вот эта стрела возможно возможно и нет но это мы проверим собственно сейчас мы на нем прокатимся посмотрим так смотрим дальше он обещает два комплекта резины но это собственно стандартная вот это и шоссейная резина но неплохо неплохо собственно все красиво и в меру так сказать и блестящего и всего давайте прокатимся посмотрим что у нас тут проходимостью и конкретно подвеской подвеской работает в идеале конечно нет кстати смотрите не долбит кран то есть урона то в принципе я и не получают так разогнаться пробуем да рама деформируется что в принципе нам обещали то есть в самом деле я пытаюсь его разогнать чтобы он урон начал получать от этой стрелы да вот еще бы знаете если вы карданчики крутились было бы вообще замечательно анимация карданов да где наш тест тестовый да вот эта кнопочка ну шикарно просто шикарно мне кажется рама немного сильно уж как-то это прогибается возможно я конечно же ошибаюсь не исключено но по мне что она сильно прям прогибается на для него собственно это не помехи да мод хорош советую поставить поставьте посмотрите сами проверьте мне если честно понравилось даже мост марается не часто как бы в модах заметишь такое но опять же есть есть и минусы вот смотрите на рессору на передних то есть мы едем и рессор рессоры то она вытягивается вот чем дело она кому-то резиновая вытягивается вытянулась но она не может быть резиновым это листовое железо и обратно сложилось в этом минус и рама очень сильно деформируется по середине вот прямо здесь где баки прям видно что она вот в этом месте проседает видимо здесь кости стоят которые гнутся я думаю что на этом можно закончить достаточно интересная модель он написал что это бетка то есть если будет продолжение я обязательно посмотрю на превьюшку еще одно фото а с вами был карабаш 74 все ссылки будут в описании под видео подписывайтесь на канал ставьте лайки подписывайтесь в группу в контакт всем удачи всем пока пока